В 8 часов утра на пульт Смедовического пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возникновении пожара по улице Пушкина. Информация о нахождении в доме кого-либо не подтверждена. Вся надежда на быстрое реагирование пожарных. В течение установленного времени расчеты выехали на место происшествия, но путь к месту ЧП преградил железнодорожный переезд. Огнеборцы потеряли много времени, а в такой ситуации каждая секунда дорога. По прибытию дом уже был весь в дыму, кое-где вырывалось пламя. В горящем жилье никого не было. Девятилетняя девочка, заметив разгорающийся очаг, выскочила из дома. Съемки с места события нам предоставили отделением противопожарной надзорной деятельности по Смедовичскому району. Предварительная причина возгорания – отопительная печь. Сегодня 9 число, 9 февраля 2016 года. По улице Пушкина, поселка Смедович, произошло возгорание в частном жилом доме. Со слов хозяина, он протопил отопительную печь утром и пошел на работу. Буквально спустя полчаса ему позвонила супруга и сообщила о том, что в доме произошел пожар. Ну и, соответственно, предположительная причина – это отопительная печь, оставленная без присмотра хозяином дома. По состоянию на 12 февраля после обследования сгоревшего помещения появилась вторая версия, из-за которой произошло возгорание. Это электропроводка в районе ввода в дом. В этот же день, когда информация о пожаре поступила в администрацию поселения, руководство приняло решение предоставить жилой дом по переулку Амурскому, который, кстати, расположен не так далеко от старого места проживания. И вот, конечно, хотелось бы выразить свое соболезнование, что вот так произошло и сгорел этот дом. Но мы, как только узнали утром, вот 9 февраля, значит, провели экстренное совещание у себя в администрации, приняли решение помочь данной семье, выделили ей из нашего спецфонда трехкомнатную квартиру. Ну, правда, она неблагоустроенная, живой дом там, ну, хороший дом. Мы попросили посмотреть Дмитрия Александровича этот дом, они посмотрели, значит, их все это удовлетворило, поэтому мы им выделили этот дом. Ну, и самое главное, что им есть где сейчас жить. Не остались в стороне и предприниматели районного центра, которые любезно предоставили пострадавшей семье вещи, обувь и продукты питания. Появившаяся в сети интернет информация о пожаре и о семье, которая потеряла все, облетела социальные сети. Люди не только с поселка Смедовича принялись собирать вещи первой необходимости, но и с близлежащих городов и сел. В свою очередь, хотелось бы напомнить, что от такого никто не застрахован. Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности и устраивайте раз в год осмотр электрической проводки. Александр Чернов, Виктор Ильин, программа «Новости недели».